Ребята, я вас всех приветствую, сегодня у нас очередное видео по DGS, я немножечко отдохну и от фифашки, и сейчас у нас будет такое возможно немного страдальческое видео, потому что обычно я показываю какие-то там гайды, меты, как я хорошо ставлю, но сейчас ради интереса я вам покажу действительно сложную карту, которая даже для экспертов, даже для профессионалов, которые играют там лучше меня в DGS, разночительно дается очень сложно, и вкратце расскажу в целом про один ресурс. Есть такой сайт PlongIt, и это сайт, на котором профессионалы рассказывают про то, как правильно ставить в DGS, вы можете загуглить его PlongIt, и эти профессионалы специально сделали карту под названием PlongIt, и эта карта считается самой сложной, то есть здесь действительно очень сложно брать нормальные ключи очков, здесь 11500, и также есть PlongIt Extreme, насколько я помню, и давайте тут посмотрим, сколько баллов можно брать, вот, у нас здесь 7000 всего в среднем, давайте ее попробуем, здесь всего 500 локаций, и надеюсь, я никаких из них там не видел нигде до этого, потому что, может, какие-то видосы видел, здесь никаких повторений не будет, скорее всего не будет, ну или я их просто забуду. Будем играть сразу, скажу, что здесь предполагается, что ты играешь без движения, то есть не в НМПЗ, конечно, вот двигаться тут не очень правильно, а вот просто поворачивать, ворочаться можно, да, то есть вот так вот можно делать. И, соответственно, наша задача набрать как можно больше очков, понять, что это страна, хотя бы континент, это сказать, в многих случаях будет довольно сложно, не говоря уж о стране, но давайте начинать. Отыграем, давайте так сделаем, два раза сыграем в... в ноу-мувинге, то есть без движения, один раз сыграем в НМПЗ, и посмотрим, сколько баллов мы наберем в каждой категории. Ну, сразу скажу, во-первых, первое впечатление, это Европа, ну дорога кажется, что это значит такой, ну европейского, что ли, типа узкая, и вряд ли в США такое можно увидеть, редко там такие съемки, плюс растительность такая, европейское солнце находится, на юге стоит северное полушарие, ну и вот эти вот ворота мне больше Европу напоминают, потому что я думаю, что это Европа. Учитывая качество дороги, скорее всего, в Восточную Европу, поэтому я поставлю какую-нибудь Венгрую, наверное, могу ошибаться, потому что это Сербия, давайте даже Сербия, поставим север Сербии, это может быть вообще не здесь быть, то есть, как вы понимаете, здесь все локации, они без языка практически, без каких-то подсказок очевидных, здесь, наоборот, могут быть даже какие-то базичьи локации, то есть какая-то подсказка, которую на самом деле ведут вообще не туда. Поэтому нужно просто пытаться как-то интуитивно угадать, и это действительно оказывается Америка. Ну вот я думал, что это может быть там какая-то деревня американская, но там не так много снимали, то есть обычно выпадают какие-то шоссе, и ну как бы технически там широту я почти угадал, да, но регион, как видите, нет, и действительно это почти невозможно, ну как мне кажется. Вот этот раунд, мне кажется, попроще, я, конечно, может быть, сейчас снова тут ошибусь, да, но мне кажется, очень очевидно, Южная Европа, так вот она обычно выглядит, с такими вот кустарниками, с такой вот песочной, песчаной почвой, да, плюс белая полоса по бокам, все-таки вряд ли это в Америке отснято, поэтому я думаю, что это или Греция, или Италия, или Испания, дальше уже сложнее, но все-таки мне это больше какие-то, ну, итальянские горы напоминают. Вот, еще, может быть, Франция южная на самом деле, ну, тоже как бы Средиземное море, мне кажется, это какая-то вот Южная Италия, но не знаю, если, конечно, такие горы, но вот тут, по идее, должны быть, то есть сюда поставим. Ну, оказалось, Болгария, ну, в целом не так много, 3000 баллов, то есть для этой карты это хороший результат, 3000 набирать, это, ну, в среднем кто-то набирает по 6000 за 5 раундов, то есть набирать 3000 за 1, это уже неплохо, ну, как бы, если поставила бы Грецию, было бы еще ближе. Вообще, Болгарию-то я не особо рассматривал, потому что в Болгарии там просто есть, как бы, такая мета, что обычно там зимой съемки были, осенью, казалось, что все-таки лето. Ну, ладно, как бы, не критично, а вот это вот уже посложнее, так называют бетонная дорога, насколько я понимаю, очень все, очень здесь как-то сухо. Ну, Израиль, первая мысль, или, ну, солнце, кажется, что как будто бы здесь, то есть должно быть серное полушарие, ну, Израиль, как бы, подходит, через снег, ну. Ну, и вот эти вот дома такие каменистые, ну, хотя вот люди тут какие-то странные, они могут быть чернокожие ходят, не знаю, может, я ошибаюсь. То есть, ну, такие каменистые дома, которые вроде бы мне как показали здесь, вот там вот сдалека, это свойственно Римской империи, да, эти вот дороги такого типа. Поэтому Израиль как раз-таки подходит, может быть, еще Хорватия быть какая-то теоретически, это может, ну, вот эта вот часть ее, да, это может быть сама Италия южная, это может быть, может быть, Албаня, вряд ли, конечно. Ну, я поставлю Израиль, возможно, сильно ошибаюсь, но мне кажется, что это где-то здесь, в родине Иерусалима. Хм, это оказался остров Лампедуза. Это, кстати, интересно, это интересно, я угадал, что это, кажется, к территории Высшей Римской империи. Лампедуза тот остров, где, ну, плюс-минус Широту угадал, где часто оказываются мигранты, которые из Туниса пытаются пересечь Евросоюз, попасть. На Лампедузи тут всех встречают и жестоко с ними довольно обращаются, ну, как бы, и ладно. И Лампедуза такой остров достаточно известный для тех, кто под политикой сидит. Но вот так вот угадать его достаточно тяжело было. Вот, здесь много баталий происходит. Ну, ладно. Так, вот это у нас что? Это интересно. Байкер больше американцев напоминает, но есть мнение, что это может быть Норвегия. В Норвегии тоже бывают желтые полосы. И такие горы сезонным тоже бывают. Солнце, кажется, что... Чуть ли не здесь. Но если солнце здесь, то это должно быть южное полушария. Это может быть Новой Зеландия, наверное, какая-то. Там, вроде, бывает желтые полосы иногда. Ну, вот, прикиньте, вот ты сидишь на раунде и думаешь, что Норвегия или Новой Зеландия. Такое тоже бывает. Ну, знаете, я вообще уверен, что есть солнце. Хотя солнце тут, как бы, может быть, и на северной полушарии. Не знаю, тут непонятно, такие горы в Новой Зеландии тоже бывают. Но, учитывая, что они тут такие, прям, скальные... Все-таки в Новой Зеландии кажется, что более зеленые какие-то горы. Плюс очень хорошее покрытие дороги, что свойство Норвегии. Ну, и человек такой... Тут это обычно западный человек, тут сложно сказать. Там, американец, он европеец. Я хочу поставить Норвегию, просто потому что... Кстати, Новой Зеландии, по идее, он не должен будет ехать с этой стороны, да? По идее, Новой Зеландия же двустороннее движение, поэтому мы отметаем. Ну, я Норвегию поставлю. Мне кажется, что это где-нибудь вот здесь. Оказалось, все-таки, что это Америка, это Нью-Гэмшир. Ну, что можно сказать? Это вот карта... Ну, Америку я рассматривал как вариант. Интересные рекоры, конечно, но... Опять-таки, ну, да, и хорошая дорога, конечно, тоже Америке свойственна. Нужно было, наверное, на Америку ставить. Норвегия, наверное, слишком радикальный вариант. Да и как-то, может, слишком сильно похож на Норвегию был. Тут раунд даже быть более сложный. Так, вот это у нас какая-то тачка. Но тачка, которую, естественно, я не знаю, потому что это редкая машина. Это не что-то такое, что сейчас встречается. Солнце, кажется, что больше к Северному, полушаренному, не уверен. Ну, скорее всего, это какой-то национальный парк. Какой страны? Словно сказать, вероятно, Африки. Не думаю, что это не Африка. Пока я думаю, что это Кения какая-то, если честно. Мне кажется, что здесь какой-нибудь, может быть, национальный парк, который, может быть, так отснят. Похоже на какую-то сухую теню. Просто из-за африки страны, я не знаю. Ну, это не Сенегал же явно. Вряд ли это Тунис. Там, вроде-таки, гор просто нет. Остальные варианты мне просто не нравятся. Не знаю, мне кажется, что какой-то национальный парк Кении. Не уверены, конечно, но окей, это Невада. Ну, окей, прикольно. Кстати, недалеко от места, где был Fallout, насколько я помню. Вот. Не Вегас. Ну, плюс-минус здесь. Помню, как-то не выпадало место, которое реально было похоже. Я оттыкнул. Там, действительно, чуть ли не GoodSprings рядом был. Вот. Но, да. Вот вам результаты. Вот 4000 очков. Вот какие карты бывают. Сложные. Ну, только вот пару раундов неплохо получилось поставить. Здесь Южная Европа. Но, в итоге, место угадать, ну, почти нереально. Три американских раунда, кстати, выпало. Что меня тоже немножко смутило. Как Америка, вот разное бывает. Но, ладно. Вот мне вообще не стыдно, что ты так 4000 очков только набрал. Потому что карта, действительно, очень сложная. И снова какая-то очень странная локация. Ну, тут вообще, конечно, никакой информации я не вижу. Мне кажется, что это Европа больше. Такая узкая дорога. Ну, такая вот дыра. Ну, большинство, наверное, какой-то бедной стране. Ну, хотя, учитывая изолированность локации, может быть, в богатой стране быть. Но такие вот леса очень густые. И дорога сквозь них больше европейских стран не поминает. Я предположу, что, как Бельгия быть может. Тут есть такие ардены, да. Вполне могут ардены так выглядеть. Как мне кажется, мусор многовато. Может быть, это не мусор быть. Не знаю. Вот мне просто вайп арден. Кажется, что это могут быть они. Но в итоге, оказывается, Италия. Ну, угадал с Европой. Казалось, чуть южнее. Но где конкретно, конечно, тоже сложно поставить. Было. Но 1800 очков. Это, в целом, достаточно неплохой результат для этой карты. Так, что у нас здесь? Хм. Ну, это сложно. Вот это сложный раунд. Даже, если сказать, идей каких-то нет. Ну, песок какой-то. Вряд ли это Европа, наверное. Скорее всего, такие горы. Ну, высокие вроде бы горы. Ну, не знаю. Может, это Эквадор, Петру. Может, вполне. По растениям. Сложно сказать, если честно. Это вроде выглядит очень теплыми растениями. Хотя, не знаю. Я не такой эксперт в ботанике. Давайте попробуем поставить Перу. Потому что, я вообще, скорее, идеи нет. Ну, тут, хотя бы бывают такие вот горы большие. Ну, кстати, посмотрите. Это оказалось Аргентина. То есть, в принципе, там мы... Если я поставил бы южнее Перу, было бы неплохо баллов. В итоге, отбрали, конечно, маловато. Но, хотя бы угадали континент, Южную Америку. Я уже рад. Но то, что это оказалось здесь. Ну, кто бы мог подумать. Естественно, тут всегда берутся какие-то локации. Которые, знаете, в тупик какой-то ведут. В какие-то национальные парки. В горы это уже очень тяжело. Так, а тут у нас что, бакли? Или что? Почему у нас ничего нет абсолютно? Ну, тут... Ну, да. А, кстати, все-таки прогрузилось. Так, а тут у нас, ну, европейцы. Мне кажется, такие европейские. Европейского типа стенды. У нас побольше информации. Годи, плохо. Плохое качество, что немножко мешает нам поставить нормально. А флаг России... А, нет, погоди. Не флаг России. Это флаг Литтенштейна, мне кажется. Вообще какой-то может быть. И... Это вообще Австро-Венгерская империя. Желто-черный. Или это может быть флаг вот этих чуваков, которые здесь живут, по-моему. Или флаг Крестерской империи. Не, конечно, желто-черный просто. Сейчас показалось, что это бело-желто-черный и бело-синий-красный, потому что это небо. И это синий-красный и желто-черный. Что меня как бы наводит на Литтенштейн, если честно. Плюс, как будто бы, знаете, вот это вот то, что изображено. Ну, это может быть Литтенштейном. Нет, вряд ли. Не очень-очерстания, похоже. Но это Европа, однозначно, что. Ну, вряд ли это Америка так выглядит. Все-таки какие-то флаги висят. Не европейского явно типа. Вот этот герб вряд ли такой может быть. Ну, это может быть какая-то Бадемия, я бы тебе не знаю. Ну, вроде бы это не прям супер горы, чтобы ставить Литтенштейн. Да? Победнее здесь люди живут. Вот, может это быть флаг Кашубов, реально. Вот моя теория, что это Кашубский флаг. Это где-то здесь. Что-то немецкоязычные какие-то поляки, там, что-то такое. Ну, да. Это, кстати, оказался немецкий флаг просто. Ну, показались просто немцы. Не немецкоязычные поляки, а просто немцы. Неплохо, 3900 набрали. Ну, конечно, этот раунд попроще, потому что была хоть какая-то информация, эти флаги и тому прочее. Не знаю, что это синий-красный флаг. Так, возможно, это флаг какой-то в этот регион Гессен какой-нибудь наверняка здесь. Да, наверняка это какой-то из региональной флаг Германии. К сожалению, не все их знаю. Так, желтая полоса однозначно у нас здесь. Ну, это уже 5900. Я думаю, что мы все-таки в этот раунд уже получше отыграем. Раунд, это американский, мне кажется, знак оранжево-красный, желтая полоса тоже Америки соответствует. Ну, и в целом, вид, такие деревья высокие, ну, не знаю, серпантины, мне кажется, Америке свойственны. Где в Америке, это тоже сложнее гораздо. Может, и Канада быть вообще. Но больше думаю на Америку. Типа ли, было много американских раундов в прошлом раунде, да, в прошлых 5 раундах, точнее. И может быть снова какая-то Америка. Там много разнообразных какие-то локаций. Давайте просто в центр Небратску поставим. В Небратске более плоско, конечно. Там, может быть, Вайоминг, кстати, Вайоминг. Поставим Вайоминг, и уже горы появляются. Ну, и, кстати, смотрите, 2.800 мы набрали. Неплохой результат. Оказалось, что это юг со Скачевана. Думал я на Канаду, но как-то в Америку больше здесь видел. Ну, да, в итоге оказалась Канада. Кстати, на самом деле, был аргумент в пользу Канады. В Канаде чаще используется одна желтая, а не две, как в Америке. Но это такой аргумент, который далеко не всегда работает, поэтому по нему ставить не очень хотелось. Но в итоге 8.700, и у нас еще один раунд в запасе. Мы явно идем неплохо. И этот, я думаю, раунд тоже не самый сложный. Однозначная Европа, я думаю. С такой вот плиткой, ну, вряд ли в Америке такое могут сделать. Ну, это Греция, мне напоминается, честно. Это же должно быть Южное полушарие. Ой, точнее, Северное полушарие. Точнее, Юг-Северное полушарие, хотел сказать. Южная Европа. Ну, это может быть Бразилия, знаете, что я думаю? Это может быть Бразилия. Это может быть когда-нибудь Бразилия быть. Такую Бразилию тоже практически видел. Плюс Солнце как-то больше на... Вообще, Солнце кажется, что это Южное полушарие. Не знаю, может Бразилия просто быть? Потому что оказывается, что плитка какая-то европейского типа, но... Природа больше американская. Может это быть какая-нибудь вот, не знаю, что-то из этого. Это может быть какое-то португальское наследие, знаете. Ну, возможно, я сейчас какую-то херню не ставлю абсолютно, но надо ставить просто Европу. Я думаю, это или Бразилия какая-то по солнцу, да, или это может быть просто Португалия, Испания или Греция. Может быть, Италия. А это вообще ЮАР оказался. Ну, кстати, тоже имеет, как бы, логику определенную. То есть, да, не европейская природа, но при этом европейская архитектура, европейская плитка, богат, скорее всего, район. И Южно-Португаль, да. Хорошо. 8800. Ну и давайте последний сыграем. Уже сыграем в НМПЗ. То есть это будет еще более сложно, просто по картинке, без движения, без всего. Будет, наверное, очень сложно, но, знаете, так, может, даже интереснее. И вот что-то хорошее хотя бы поставить. Хотелось бы один раз. Ну, вообще, такое в России я могу увидеть, если честно. Может быть, в России, на самом деле, спокойно. Такие обычные деревья. Дорога не самая лучшая качественная. Но в России, я понимаю, что такое отсняли. Поэтому я думаю, что мы в Польше будем просто, и все. В Польше таких съемок я видел побольше. Поставлю куда-нибудь сюда. Но я оказался в Венгрии. Нет, самый серый в Сербии. Не сам плохой ГЭС, мне кажется. То есть неплохо мы поставили. По шорте там не угадали, конечно, но были близки. 3000 очков в НМПЗ сильно. А вот это уже больше России напоминает, потому что машины обе как бы российские. Да, и черно-красная тачка. Это вот тачка, которая России соответствует. Это точно Россия. Но посмотрите на огромные какие-то листья. Это же явно какой-то юг России. Это же явно юг России. Это явно Сочи должно быть, по идее. Кажется, что это гора может быть есть. Смотрите, какой-то очень интересный домик. Мне кажется, что это Адлер или Сочи. Что-то такое. Может быть, Анапа будет, Анава, Российская. Мне кажется, юг России самый. И все. Теоретически, может быть, здесь. Но я сомневаюсь, что на Кавказе есть с этой стороны, у Каспийского моря, такие деревья. Вау! В НМПЗ на этой карте мы ставим 4972. Ну, нет, понятно, что я живу в России. Понятно, что я живу в России. И как бы, ну... Типа, мне не должно быть очень сложно ставить. Но я вообще в жизни не был. И близко. И не хочу быть. Но это реально Адлер оказался. Это реально Адлер. Ну, вот ради этого я хотел в НМПЗ поиграть. Прикиньте, в НМПЗ мы еще наберем больше, чем... Мы уже, похоже, набрали 8 тысяч. Так, какой-то у нас картинг здесь. Что-то сейчас мне нравится. Картинг, ветряки. Ну, Европа, скорее всего, должна... Хотя это в Америке тоже может быть, теоретически. Но в Европе больше ветряки, насколько я помню. Больше Нидерланды и Дания. Плюс очень плоско. Что тоже говорит на то, что может быть Нидерланды или Дания. Я поставлю Нидерланды. Север сам Нидерландов. Если это Дания, то как бы сильно вряд ли живемся. Ветряков просто вот там, в этих двух странах больше всего. Оказалось, Польша. Ну, кстати, в Польше ветряков тоже немало. 3200 набрали. В НМПЗ мы просто ставим, как будто поиграем, ну, какую-то обычную карту. Не самую сложную в игре, а какую-то вообще фигню. 11 тысяч набираем. И... Ну, это тоже сложнее. Такие достаточно интересные деревья. Плюс мы вообще не понимаем, где это солнце. Просто, смотрите, деревья справа меня смущают. Мне говорят, какие-то деревья с южного полушария, если честно. Может быть, когда Австралия или ЮАР. Да вполне, на самом деле. Просто я не думаю, что в Европе такие деревья вообще могут расти. Ну, я не знаю, я вообще ни разу не видел. Слева деревья более какие-то адекватные. Справа вот что-то вообще. Я не знаю, что это, но это что-то необычное. Вот, поэтому я предположу, что... Это, может быть, и дорога какая-то странная. Дорога тоже не свойственная Европе. Я поставлю что-то Австралия. Или ЮАР. Не, ЮАР, наверное, больше. Я Австралию, мне кажется, побогаче, получше бы дорога бы глядела. Это, может быть, это какой-нибудь, типа, где-то здесь. Может быть. Или в Кейптауне. В Кейптауне было бы не так плоско. Ну, давайте сюда поставим. Блин, это Австралия! Ну, ё-моё, я думал, что это может быть Австралия. Представляете, сейчас бы Австралию угадали. Как было бы красиво. Ну, был Кейнфлип, я думал, что это может быть Австралия. Но почему-то по Сеймин передумал. Эх, блин, обидно. Я понял, что Южная полушария по деревьям. Так, и снова мы возвращаемся, мне кажется, в Европу. Ну, может быть, Америка, теоретически. Гравийное такое покрытие. Но, мне кажется, северное полушарие деревья более какие-то, ну, похожи на наши. Может быть, чуть теплее. Ну, от Кирова, по крайней мере. Но вряд ли это сильно на России, сильно теплее. Ну, я не знаю. Я думаю, как это Румыния, может быть. Может быть, это быть что угодно. Но я думаю, на Румынию. Просто вот изголов... Что это за палка мне не нравится? Какая-то длинная, бело-красная. Это странно. Это не совсем напрягает. Но это больше Европе свойственные такие палки. Все равно... Это может быть Австралия, вообще, технически. Может быть, там что-то такое стоит. Ну, я не знаю. Я все равно хочу Румынию ставить. Может, я ошибаюсь, вообще, абсолютно. Но... Блядь, ну, это Америка. Ну, я хотя понял, что все на полушарии. Но, как бы... Я вообще подумал, что это Европа больше. Но, опять же, это Америка. Она, как в первых пяти раундах меня подставляет. Ее сложно угадать, если честно. Только вот, на один раз по часу хожу подставить. Но, в любом случае, я горд тимгэсом в Адлер. Просто идеально поставил. Ну, наверное, не так много мест в России, конечно, которые там могут выглядеть. Когда ты понимаешь, что это Россия. Но, в целом, в итоге, в НМПЗ получается писать лучше всего. Не двигаясь. Может быть, это даже иногда реально помогает. Типа, у тебя больше концентрация на каком-то месте. Ну, может, это повезло. Вот. На этом все. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки. Будет еще больше какого-то хардкора. Просто всегда показывать, понтоваться тоже не хочется. Где-то хочется показать и свою слабость. И какие бы это реально сложные локации в Геогестере. И как это можно прогрессировать. То есть, куда еще можно двигаться. Можно ставить хорошо эти локации. Но для этого нужно вообще весь мир изучить. А не просто ставить там только какие-то самые обычные города. Или там трассы, которые плюс-минус узнаются. Вот. На этом все. Спасибо. Пока.